Господин Арестович, несколько дней назад, столь шумно ушедший в отставку с никакой должности, как мы и предполагали, никак не уймется. Различные средства массовой информации Российской Федерации, казалось бы, внезапно осиротевшие от потери от такого замечательного источника информации, которого они цитировали чуть ли не каждый день, радостно публикуют очередные измышления этого господина, столь поздно занесенного в базу миротворца. И понятно, что может быть лучше подобной пропаганды. Что же говорит Арестович? Российские войска первые пять дней спецоперации пытались вести умную войну, повторяя практику американцев. Дескать, они никого не хотели убивать, просто предлагали сдаться, перейти на свою сторону. А вот через пять дней этот конфликт показал свою звериную сущность, потому что, дескать, при таком сопротивлении не может идти речь об изящных действиях. И как акцентируют внимание российские СМИ, он выразил уверенность, что они не хотели никого убивать, намереваясь предложить подписать отречение. И таким образом может сложиться мнение, что, конечно, это Украина, украинцы, украинское правительство, украинский народ, виноваты в эскалации конфликта, именно потому, что оказали сопротивление. Что можно сказать по этому поводу? Да, безусловно, это так. Но только с одной оговоркой. Не Украина нападала на Россию, а пришел враг, который захотел захватить страну. Ему было оказано сопротивление. И в любых эскалациях виноват тот, кто напал, а не тот, кто сопротивляется агрессору. Разговоры о том, что если бы не сопротивлялись, то и не было бы жертв, это важный элемент антиукраинской пропаганды. Да и, кстати, для тех, кто подзабыл историю, хочу напомнить некоторые похожие исторические примеры из советского прошлого. Первое, что приходит на память, это история с аннексией стран Балтии в 1940 году. Аннексия была проведена очень грамотно, внешне мирно. Просто Красная Армия вышла из казарм своих баз, которые находились на территории этих стран по межгосударственным соглашениям. А для поддержки этих войск вошли еще и силы с территории Советского Союза. Никто никого не убивал. А убивать и выселять десятки тысяч начали после оформления этой аннексии. А сопротивляться уже было некому. И, кстати говоря, и тогда армии этих республик были инкорпорированы в Красную Армию. А массовые репрессии против офицерского корпуса начались уже позднее. Самый же яркий пример – это пропагандистские большевистские штампы относительно начала гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Всегда подчеркивалось, что большевики никого не хотели убивать, никого не хотели сажать в тюрьмы. А это, дескать, все произошло из-за сопротивления контрреволюции, свергнутых правящих классов. Дескать, мы у вас все отобрали – имущество, финансы, права, привычный образ жизни. Вы должны сидеть тихо и не сопротивляться. И тогда никакой гражданской войны не будет. И сегодня вся эта пропаганда, в том числе устами господина Арестовича, ведется абсолютно по тем же старым большевистским лекалам с поправкой на 21 век. Что же касается упомянутых им деклараций относительно того, что мы не воюем против украинской армии, переходите на нашу сторону, сдавайтесь в плен, вы сохраните свою жизнь. Снова приведу исторический пример. После тяжелых полуторамесячных боев под Сталинградом, германским войскам неоднократно предлагалось капитулировать для того, чтобы сохранить свою жизнь. В конечном итоге, эта капитуляция была принята. Плен, как известно, попало 90 тысяч во главе с командующим 6 армией, который впоследствии стал активно сотрудничать с советским режимом. И если кто-то не знает или подзабыл, я напомню, что в Германию из этих 90 тысяч вернулось около 5 тысяч военнопленных. Остальные остались удобрять почву советских концлагерей. И хочу особенно подчеркнуть, что здесь было сказано о практике Советского Союза и Российской Федерации. Что же касается судеб советских военнопленных в германских лагерях, мы скоро об этом расскажем отдельно, а к сегодняшнему видео это никакого отношения не имеет. С нетерпением ждем, когда господин Арестович появится в российских ток-шоу и продолжит рассказывать о гуманизме захватчиков и о том, каким бы мог быть дивный новый мир. А еще больше ждем, когда наконец на сайте миротворца появятся имена тех, кто потворствовал господину Арестовичу. И криминальное расследование будет начато против тех, кто помогал отравлять эфир этой пропагандой.